Древний Египет. Пирамиды, первая цивилизация, человеческая цитадель. Почему она пала? Ведь у Египта не было проблем с захватчиками, сильная защита власти и так далее. Этому есть несколько причин. Если судить по общей картине, то люди никак не могли и не собирались рушить эту древнюю цивилизацию. Значит, кто мог испортить всю малину? Причиной упадка причудливой эллинской египетской цивилизации Птолемея в Египте могли послужить не восстание рабов, а извержение вулканов, обрушившее сельское хозяйство и экономику владений предков Клеопатры. Существование Египта напрямую зависело от географии, поскольку он располагался вдоль реки Нил, от ежегодных разливов которого также зависел результат сельского хозяйства и продовольствия. Река Нил – это магистраль жизни Египта, где была и вода, и земля, ведь дальше Нила – только пески и пустыня. Соответственно, египтяне и основывали свои поселения здесь же. В 44-м году до н.э. при династии Птолемеев произошел самый неудачный географический для древней цивилизации сценарий. В одно и то же время разлив Нила случался очень медленно, вследствие чего притоки воды были невероятно грязными. В упущении того, что вода была нечистой, так и продукты жизнедеятельности из разных поселков Египта, расположенных в доле реки, шли к другим поселкам, собирая кучи из… вы уже сами поняли чего. Второй природной катастрофой послужили извержения вулканов, и они в себе несли множество проблем для египтян. Первое – пепел в воздухе. Грязная вода с воздухом является худшим сюжетом для жизни, который, кроме всего прочего, нарушал мусонный цикл. Это приводило ко второй проблеме – понижение уровня воды. Хммм, если понижение уровня воды погубило цивилизацию, а сейчас люди борются, чтобы вода не поднималась выше своего уровня, значит ли это? Так, масоны, не мешайте мне вести видео. Вместе с тем добавилась невыносимая жара, из-за которой власть в Египте прекратила осуществлять попытки стабилизации ситуации. Вот так пало древнее государство Египта, что могло еще долго существовать, но природа посчитала иначе, и кто знает, как бы выглядел мир, просуществовав древний Египет еще хотя бы тысячу лет. Итак, старейшая человеческая цивилизация прогнулась не под натиском людей, а под гнет природы, поэтому я хочу пожелать миру добра, позитива и знания того, что природа в любом случае даст отпор. Ну а на этом все. Не забудьте найти пасхалку в видео, и я закреплю ваш комментарий. Также напишите, что вы сегодня кушали, я, например, окрошку. 130 лайков и новое видео. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok